Пестициды в пыли твоего дома. Недавнее исследование показало, что токсичные для человека вещества способны мигрировать с полей. Именно это и происходит. Исследователи собрали 18 образцов пыли из сельских домов. И в 16 из них обнаружили вредные пестициды. Нашли также запрещенное в Латвии вещество. Подробности у Юлии Битте. Из 18 сельских домов, в которых взяли образцы пыли, пестициды обнаружены почти во всех. В 16. Таковы результаты проведенного исследования. Пестициды – это средства для защиты растений, но для человека токсичны. Фермеры опрыскивают ими поля, чтобы уничтожить вредителей и уберечь растения от болезней. Мы уже узнали, да, пестициды мигрируют. Они уходят из поля, где им надо было бы остаться. И они заходят в наших домах и там остаются. Концентрации, которые мы нашли в этих домах, может быть не так велики. Но есть некоторые пестициды, которые в концентрации тоже были очень значительны. И даже в одном случае это может быть уже опасно для здоровья. Установлено, чем ближе дом находится к полю, тем больше в нем пестицидов. Более того, найдено также вещество – теоклоприд, запрещенное с 2020 года. Поэтому будет некорректно сказать, что это какие-нибудь старые следы. Это что-то новое, что используется. Может быть, маленьких количеств, может быть, где-то люди даже не знают, что это то или запрещено. Я не могла бы сказать. Но, в принципе, это была бы одна вещь, которую надо было бы исследовать нашему государству самому, что происходит с этими запрещенными пестицидами в среде. В Совете сотрудничества сельхозорганизаций о результатах исследования знают, но не считают, что проблема есть. В Латвии средства защиты растений применяются меньше, чем в любой другой стране Европы. Да, у нас растущая тенденция. Но так есть разница. Если мы применяем килограмм действующих веществ на гектар, а где-нибудь в Испании 19 килограмм или в той же Франции, во Франции 19 не будет, там меньше, но больше 10. Вот. Им есть с чего снижать, а нам не с чего. И когда мы говорим о пестицидах, мы забываем, что пестицидами являются и биоциды. Все средства против комаров, которые мы брызгаем для себя, когда идем в лес за грибами. Все средства против мух. Все, что мы надеваем на кошечек, собачек, все эти противоблашины и ошейники. Собакам дают даже внутрь таблетки от блох и клещей за сроком действия, там, в несколько месяцев. Ну, как вы считаете, это все для здоровья не вредно? Это все в пыль не попадает? Что касается запрещенного вещества, Марита Гайлета говорит, что его огородники-любители часто заказывают в интернете. В Министерстве земледелия говорят, что с января переходят на электронную систему отчетов. Так будет легче контролировать, что именно используют фермеры. Если раньше фермеры просто должны были записывать, что они использовали, сколько они использовали и когда они это использовали, теперь вся эта система управления, которая будет контролироваться Государственной службой защиты растений, будет электронной. Там будет фиксироваться, какая именно техника, какое применение средств защиты растений, все будет очень точно. Впрочем, по словам автора исследования, больше всего беспокоит то, сколько разных пестицидов можно найти в одном доме. В одном из домов было найдено 8 разных пестицидов, а это очень много. И по словам руководителя исследования, никто не может знать, как именно они повлияют на здоровье человека. Юлия Бита, РУСЛСМ